снова здрасте алина геннадьевна вот мой такой вопрос он вырос вот откуда давно давно лет примерно 10 тому назад я обучал парному обучению учителя физики в сельской школе сейчас уже не вспомню где это было по моему то ли в нижегородской области то еще где-то и у них школа была порядка 70 учеников малокомплектная школа в селе и они уже за год до того знали что ее закроют и будут возить за 20 километров в районе я им сказал слушай давай это ведем всех детей на семейное обучение ведь не учителя живут здесь и мне охота ездить куда-то на работу объединитесь и ты вот будешь там объединителем и заключите договора значит с родителями что они вам передают в этой части ну полномочия там переводить детей на семейное вместо них ну чтобы не родители а там он играет это у нас больше половины родителей это пьяницы там ни в какую ничего да вот я говорю так вы у них функции эти по договору заберите и все за них сделаете понимаете да ну и мы в этом направлении еще немножко поболтыхались а потом он через пару месяцев сам уволился и куда-то уехал и снимает вот теперь я к вам вопрос я вот подумал как же я так прохлопал передо мной такой ресурс алина геннадьевна все знает прошла крым-рым и все такое она сейчас нет сразу по полочкам насколько я был неправ когда этого человека хотел ввести чёрт его что ну да немножко да есть так вот скажите мне пожалуйста вы знаете но давайте разобьем на части значит первое вправе юридически школа такие права ну заключив договор с родителем себе забрать цель то какая давайте начнем с этого ну как это все будет обустроено в результате сразу много целей первое нет я сейчас говорю узнаете какой вопрос у меня был именно а как будет выглядеть результат а пожалуйста очень легко дети все дети школы переведены семейное обучение соответственно учителя заключает в том же самом договоре с родителями что они ведут консультации с детьми ну так же как вот заочниками или семейниками они вправе по если договоре есть они вправе к консультации заплату правда и значит или там не заплаты это лучше вы знаете и все и рабочие места за ними они сохраняются все сохраняются школа наполнена учениками потому что те же самые ученики да а почему их не было до того как на семейное перевели кого не было учеников они они были школу то почему закрывают а это самое там укропнение хорошо просто приказ учеников хватало при переводе на вот это самое укропнение само здание закрывается да конечно его нужно отдельно брать в аренду и самим оплачивать все услуги и ремонт и коммуналку все да а кто будет платить деньги то по этим договорам не смотрите я что имею ввиду это еще было в то время когда еще можно было выбить эти деньги консультации оплачиваться за счет компенсации на семейной форме да вот у меня цифра сидит в москве москва особо если я понимаю но это выдавалось на семью от семи до девяти тысяч в месяц в месяц да да вот но в регионах наверно меньше сейчас сейчас норматив в москве от 117 до 179 если так вот я никакую цифру не напутаю на память это в год смысле да конечно там всегда было в год это вам говорили в месяц но на самом деле там в год только цифры вот и значит получается в результате тогда это было от 60 до 100 за 9 месяцев за 12 месяцев кому как платили значит а теперь вот это 17 до 179 если правильно помню вот такие вот после после последние вот эти едины единицы после 13 года короче а ну норматив вообще-то все время меняется норматив меняется все время он растет и из норматива платили бы если платили бы вообще то вот из этого норматива так вот да бывает еще больше в омске больше были компенсации чем москве тогда было в москве от 67 6 9 там что такое до примерно 100 тысяч а в омске было до 13 тысяч месяц от 7 до 13 тысяч месяц это получается больше вот но в основном конечно все остальное всегда было маленьким вот если перейдет какой-нибудь там ямало-ненецкий округ где от 200 до 600 норматив тогда может и появятся новые цифры но пока везде цифры маленькие от 30 примерно 30 в год ну смотри 30 в год разделим грубо говоря чтоб легче нам считать на 10 3 тысячи значит и у нас получается допустим вот та же самая школа 70 учеников 210 тысяч в год виноват в месяц значит ничего не поняла ну как 70 учеников если 70 учеников и на каждого ученика 30 тысяч в год в год да умножаем делим на 12 месяцев получаем порядка 200 тысяч в месяц вот соответственно на эти деньги что нужно делать нужно нескольким взрослым людям оплачивать консультационную верхнюю работу вот но я считаю что не меньше чем 50 тысяч в месяц надо им давать значит на 200 тысяч мы не можем мы все потратить на зарплату значит нам придется взять двух или максимум трех человек остается 50 тысяч на содержание зданий вот так вот очень укропненный вопрос вопрос а кому принадлежит здание мне подождите секундочку я бы раздел мы как-то сразу схватились за все целиком они развернули я хочу я хочу увидеть результат чтобы понять что не так а ну да вот поэтому здание муниципальное естественно было до этого правильно было было да значит смотрите эти вот три человека которые будут вести консультации объединяются в какое-то негосударственное некоммерческое объединение и от имени этого объединения на каких-то очень сходных условиях берут в аренду эту школу у государства а лучше просто забирают ее с баланса на балку совсем на совсем я когда было муниципалитет конечно же выставить на торги здания которого а им положено что тендер как она болтаться будет куда него и же должны будут оплачивать его конечно они должны выставить его на торги посмотрите а если на торги то значит любой и каждый может прийти и сказать мое на больше заплатит вот ну а в деревне вероятность того что есть какой-то богатей который тут же разъединит барышку возможно было было бы возможно если бы поселок то уже там нашлись бы под магазины а в деревне было бы возможно может быть так вот поэтому вот это все сначала протоптать и отрегулировать в документах чтобы не просто вы нам пообещали словах это все фигня вот подписаны документы тогда можно делать следующий шаг мне что интересует могут ли эти вот объединившиеся ну назовем их учителя это же те же учителя той же школы они просто свою предыдущую предыдущую жизнь хотят сохранить здесь же здесь же они вправе ли вот оформлять документы вместо родителей на переводить их на семейное обучение это немножко не так неправильно сформулировано вот значит во первых я разделю это на две части на что родители вправе и на что учителя вправе родители вправе перевести на семейную форму родители вправе а семейная форма она по закону вне образовательной организации что значит вне это значит что они вне образовательной организации обучаются и процесс этот никто не может контролировать не аттестации мы сейчас говорим о обучении об уроках об учебниках все такое значит никто не контролирует процесс поэтому родители могут делать что захотят родители могут заключить любые договора с кем угодно могут не заключать не только не просто много меньше все равно придется этим активным людям но активировать родителей ну давать им на подпись короче бумажку вот тут подпишите и ваши дети будут на семейном обучении это конечно же это никак не связано с образованием это просто у них такое право но зачем зачем это для того чтобы написать заявление на семейную форму нужно пять минут пришел учитель объяснил этому родителю дал бумажку родитель написал это заявление не надо ничего за него подписывать за этого родителя но он и сам прекрасно подпишет если учитель ему объяснил никакого другого пути нет точно также если там учитель получит бумажку за него подписи стать он точно также перед этим должен его все объяснить зачем зачем и он будет ставить за него подпись то же самое то есть эта дорога короче и так значит родители могут делать все что захотят захотели передать обучение каким-то репетитор я пока еще не говорю кому но перечисляю кому можно например репетитору можно в частную школу можно но я сейчас скажу такое слово да вы просто на свой случай это сразу не экстраполируйте значит они могут собраться между собой я сейчас постепенно от этого переведу собраться между собой да и договориться что вот они так вот обучают вот так вот обучают вот они значит здесь у них один пришел там другой пришел клуб такой клуб сончик вот это все они требуют лицей лицензирование и не требует лицензирования и не требуют аккредитации то есть никто никому ничего не должен оформлять кроме того что дети не должны болтаться без присмотра вот здесь есть другой закон дети не должны болтаться без присмотра и если хотят они чтобы все было аккуратно оформлено, у них должны быть другие бумажки, не образовательные, что они вот этим людям доверяют, что эти дети находятся у них от и до. Они у них не учатся, например, они у них просто клуб, они общаются, ходят туда и под присмотром вот этих людей. Вот здесь действительно нужны доверительные вот эти заявления. Они тоже просто заявления. Я такой-то доверяю паспорт, такой-то, значит, у меня паспорт такой-то, у него паспорт такой-то, доверяю кто-то и все-то. Смотрите, у меня дальнейший вопрос. Можно я дальше? Я пока еще до обучения даже не дошла. Да, да, я понимаю. Я тоже не дошел. У меня сейчас следующий вопрос, вот чуть-чуть в эту сторону. Значит, понятно, что родители заниматься вопросом, чтобы государственные деньги откуда-то взялись и на все это приходили, не смогут. Ну, просто физически они готовы к этому. Нет. Вот. Я поняла ситуацию. А может вместо них это делать? Кто угодно может. Можете вы за это взяться? Да, без всяких доверенностей. Не, минуточку. А потом, не, смотрите. А потом, когда деньги на данную семью выделяются, я, как организатор этой группы, хочу, чтобы они не попадали ни в коем случае, ни на какие карточки этих пьяниц. Ну, деньги есть деньги, они не могут не пойти на карточки этих пьяниц. Не, 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 вот твои, вот такое самое вопрос. Но дело в том, что эти деньги не могут быть выделены, пока не будет пройти на промежуточную аттестацию. Ну, этих детей? Да. Ну, тогда, ну и что? Вот эти репетиторы, они это сделают. Они подготовят, но дети пройдут бесплатно потом аттестацию где-то там в центре, в районном. Они их свозят туда всех с копом, они там получат свои отметки, и после этого будут выделены деньги, но только на карточку вот этого самого товарища. Родители. Ну, да. Это я сразу скажу смерть, потому что они их пропьют тут же. Вот. То есть, если родители, если родители не такие безнадежные, то это все, конечно же, работают и работают реально, потому что такое в стране есть. Но если эти родители безнадежные, то нет. Деньги только на карточку. Сто процентов, я гарантирую, потому что мне это говорят все учителя в разных совершенных местах. Процент этих вот людей, на которых ничего, ни копейки им нельзя, больше третий это точно, зашкаливает за половину и за две трети даже иногда. Вот. И что я еще хочу сказать? А вот с помощью вот этого договора, о котором я говорил, между родителями и этим некоммерческим объединением, чтобы забрать ей это право, чтобы деньги прижадили вот им на центральный счет. Ну, смотрите, можно ведь сделать, что родители становятся участниками этого объединения, ну, как члены общества, да? Да, но семейное образование не относится к объединениям. Семейное образование подразумевает одного родителя. Хорошо. А есть другие формы? Заочная там еще, полузаочная еще? Заочная это школа. Школа должна быть сохранена. Заочное образование проходит в школе. То есть, например, у нас есть, у нас есть закрытое здание, есть перевод учителей туда, в ту школу, да? Но если эти дети учатся там, но они учатся заочно, ну, тогда эти учителя должны, получается, как-то онлайн оформить это все или что. То есть, они работают на удаленке в той школе, да, дети работают на удаленке, учатся на удаленке в той школе, но тогда нельзя вот это вот обмануть. Удаленка, не удаленка, это, понимаете, все ерунда, можно очно заниматься было бы им, но у них нет здания. Почему? А вот это здание, то и самое. А потому что его закрыли, учителей взяли к себе на удаленку, детей взяли к себе на удаленку, на заочку. Активная группа говорит, давайте мы сделаем укропление и наше здание объединим с вашей школой в районе. Ну, а так оно так и было бы просто, тогда бы не надо было оформлять никакую ни заочку, ни семейное. Если бы они были согласны при укропнении не закрывать это здание. Смотрите, но если они станут просто частью школы, тогда опять классно-урочная система и все погибло. А мне-то надо, чтобы из-под классно-урочной вывести, чтобы было разновозраст и взаимное обучение. Понимаете? Для этого мне и нужна форма либо заочная, либо семейная, либо черт с ногами. Вот сейчас перейдем от конкретного случая к заочной форме. Вот заочную форму сейчас рассмотрим. Вы сначала перечислили. Отдельно от случая. Их там, по-моему, три формы, да? Перечислите, пожалуйста. Пять форм. Значит, во-первых, есть две формы, в которые входятся все остальные пять. Да? Две. Это в образовательной организации и вне образовательной организации. Вне образовательной организации у нас две. Семейное образование и самообразование. Самообразование идет речь только о 10-11 классе, где, ну, типа, будто бы сам ученик учится. Но это, конечно, полная ерунда, потому что нигде не объяснено, чем семейное образование и самообразование отличаются. Я понял. Идем дальше. Разницы между ними нет. А в школе, в образовательной организации, у нас сейчас слова «школа» нету, знаете, да, в законе? Муниципальное, чего-то там. Нету слова «школа» в законе об образовании. Есть организация, осуществляющая образовательную деятельность. ОООД. Итак, значит, в образовательной организации у нас три формы. Очная, заочная и очно-заочная. Никто не прописал, как это будет проходить. Зато есть статьи, которые утверждают автономию школы. То есть есть у нас 28-я статья о том, о компетенциях школы. И четко везде обозначено, что школа автономна. То есть она может делать все, что угодно, в рамках закона. У нее полная свобода. Она может хоть всех на заочку перевезти, хоть что она может делать. Вот такая полная свобода. Конечно же, она была дана для того, чтобы людям-то на местах ведь легче видно, что надо делать. Вот вам, ребята, берите. Думаете, взяли? Нет. Поехали дальше обсуждать, почему никто ничего не берет. А кто не взял-то? Почему не взял? Почему школа не берет на себя вот эту вот свободу? Я ей дал закон. Она у нее есть, была 10 лет назад, 20 лет назад, и сейчас она есть. Но школы, почему они всем не делают парное обучение? Можно я расскажу вам байку? Можно попутно? Нашему третьему совеседнику будет интересно. Когда только появились кооперативы, ко мне в кооператив пришел работать очень опытный юрист за очень сумасшедшие деньги. И, значит, он мне рассказывает. 10 лет тому назад он узнал, что есть межколхозные объединения, а, нет, это, знаете, что было? Передвижная механизированная колонна. Оказывается, по советскому закону в РССРе передвижная мех колонна организовывалась на кооперативных началах колхозами. Ну и собрались 5 колхозов. Логично. И стали создать колонну. Скинулись по сколько-то денег. Поддарили по рукам, назначили директора, официальная организация закупает там подъемные краны, экскаваторы, автомобили, нанимает по шотне, по две рабочих, понимаете, и так далее. Он это узнал, что есть какая-то мехколонна. Поехал по колхозам, по председателям этим. Они там уже 5 раз сменились. Он у них все эти права юридически оформил. И стала эта мехколонна сама по себе, вообще. Ну, после того как? У них взносы были. Один колхоз там тысячу рублей внес, другой две тысячи, еще на советские деньги. Это такая заметная сумма была. Но все равно для мехколонны это ничто. Потому что грузовик стоит 5 тысяч, понимаете, но тогда что-нибудь. Вот. Поэтому вот. И он это все, мехколонну это просто приватизировал. При советской власти. Вот. Поэтому я думаю, что вот со школой можно так же делать, раз закон не есть. Так почему же не взяли-то свободу? Не берут, да. Почему? Значит, потому что у нас есть такая позиция в школе, директор. Директор находится на особом положении. Дело в том, что он назначает директора управления образованием, ну, от которого он якобы автономный этот директор. и снимает его управление образованием тоже без, как бы там не требуется, как по трудовому кодексу, значит, что там он, вот я здесь пришел, вы меня не можете уволить без того, чтобы там 30, там третью статью впаять там или еще что-нибудь, понимаете. То есть вообще он бесправный. Да. Вот. И когда я говорю, что директори бесправные, что это самые униженные существа, мне родители, знаете, что отвечают? Эээ, нет. У нас в школе директор царь и бог. Вот. А что еще должен делать человек, который должен, и тут, значит, фокус-фокус делать, и тут еще, значит, им все хорошо, чтобы казалось тем, кто его назначил. Конечно же, директора начинают становиться вот этими вот интересными людьми, по которым потом плачет. Ладно, не буду продолжать эту тему, потому что она просто ужасна. Со всех сторон все плачет, я знаю. Со всех сторон все плачет. Вот. И, значит, директора, а вместе с ними и все остальные, потому что все равно они определяют политику внутри школы. Вот. Они боятся вообще всего, даже того, что им совершенно не грозит. То есть они просто живут в такой системе, в которой даже когда... Вот сейчас я ведь объяснила очень вполне объективную причину, да? Вот. Но это идет дальше. Они еще боятся того, что им объективно вообще никак ничего не грозит. Вот. Это основано на потере лица. Для преподавателя это невыносимо. Преподаватели не могут потерять лицо, они не могут себе этого позволить. А начальство ругается. Ругается, матерится, орет. Вот как на учениках в школе орет преподаватель. Вот так директора орут на своих учителей. которые не могут позволить себе потерять лицо. То есть они идут еще дальше, чем у них есть объективная опасность. И они в результате проживания вот в этом страхе они стойко привычка у них формируется. Даже не вдохнуть, чтобы даже вздоха не было слышно. Чтобы никакая информация никуда не прошла, что мы делали. Да, значит, мы не должны ничего делать, чтобы даже шороха никакого не было. Поэтому они ничего, как бы стремятся к тому, чтобы ничего не делать. Ну, ребята, ну, если мы сейчас такую волну сейчас поднимем и начнем там семейное образование и заочную, это все, там такая волна пойдет. Нет, это для школы недоступная роскошь. Никаких волн. в бюрократических системах, а школа это часть бюрократической системы, никаких волн никто поднимать не должен. Вот, поэтому все случаи, когда какие-то волны поднимаются, делаются поперек этой системы и далеко не все выживает, я не говорю, что ничего не выживает. Где-то там есть какие-то вот эти вот кусочки, тут учитель, значит, горит своим делом там. Тут даже директор может быть, да, но вот как это не является системой. Системой как раз является вот та система страха. Директор оказался в нужном месте, с хорошими связями. С нужное время еще. Время со своей правильной харизмой. Прошло, да, вот тогда это прошло, даже с его харизмой в другой момент это бы не прошло. Вот, например, приведем в пример девяностые годы, когда у нас очень многие школы таким образом всплыли. Типа Щетинина, там Тубельского и всех остальных замечательных наших лидер. Ох! У меня даже есть один знакомый в Риге. Он в 88-м году частную школу открыл, еще Советский Союз был. И до сих пор эта школа живет. Ну, вот у нас, видите, ни Тубельского, ни Щетинина теперь уже нет. Вот, вплоть до того, значит, что уже и в живых их нету. И я не знаю, что там с Тубельским, но а Щетинин может быть, еще бы пожил, если бы не вся эта история. Но вот я говорю, что да, школу у нас сейчас гробят. Иногда, говорю, просто по-настоящему убивают. Я вспомнил про мой галстук. Да. Ну, в связи с тем, что я себя считаю первопроходцем. Вот. Я вообще по своей жизни, знаете, Алина Геннадьевна заметил, что ко мне приходят идеи, которые я начинаю реально осуществлять. И они начинают где-то параллельно потом осуществляться. Ну, как бы их переоткрывает кто-то снова. Примерно через 15-20 лет. То есть, я по фактам замерил, что в моей идее опережать время вот примерно на такой вот период. И на работе у меня так же было, и все такое. Да. Ну, когда я на государство работал наемным служащим. Вот. Да. Вот. Ну, и я думаю, что сейчас вот то, что мы с вами обсуждаем, это тоже опережает время, но теперь уже не на столько лет. А сейчас все очень ускоряется, так что, возможно, ваш алгоритм тоже ускорился? Не, не. Вот в этом случае нет. Срок намного больше. Больше наоборот? Да. Дело в том, что все эти ускорения, такие внешне видимые, в разных там постах и в разных даже измерениях, они никак не касаются психологии человеческой. это страшно инертная штука. Она поколениями живет и живет и передается и передается. Вот. И тут хоть стреляй, ничего быстроить нельзя. А я все-таки думаю, что на свете все возможно. И возможно такое случится. Ближе, думаем. Ну вот. Я, например, стал делать социальную систему взаимодействия выпускников моего родного вуза с самим вузом. И вы сами понимаете, что если вуз у нас уже живет 60 лет, то, естественно, у него много десятков или даже пару сотен тысяч бывших выпускников. Правда? Если на секундочку представить себе, что эти все тысячи, ну из них какой-то есть более активный, более успешный какой-то, возьмем, ну даже скромную цифру, 10%, да, то это будет многие десятки тысяч людей, которые могут вузу очень много что дать. А вуз для меня это в первую очередь, конечно, студенты, потом преподаватели, где-то там на задворках это администрация. Вот. И я сейчас такую систему осуществляю в своем родном вузе. Мои исследования показали, что в западных вузах такого тоже ничего нет. Хотя у нас есть такая легенда, что там оно очень недавно есть и очень мощно существует и вообще. Пристальное рассмотрение показало, что есть в очень частных, в очень дорогих. Специально культивируется там она и там есть, но их по пальцам пересчитать. в обычных ничего этого нет. Есть только форма одежды, еще какой-то значок, еще что-то чисто формальное. И очень формальные встречи, а реального взаимодействия выпускники в вуз нет. Понимаете, да? Да.